Торжество любви или явление коммерческой масс-культуры. 14 февраля во всем мире отмечают День Святого Валентина. Для одних это заветная дата бракосочетания и отличный повод признаться близкому человеку в своих чувствах, а для других наоборот – искусственно навязанный Западом праздник. Что же все-таки ближе к рымчанам, постаралась выяснить Ирина Гротила. Семья Гладких планировали свадьбу заранее. Переживали и волновались, что не успеют подать заявление на 14 февраля. Но, видимо, сам Святой Валентин посодействовал. И желание невесты обручиться в День всех влюблённых сбылось. Без проблем пришли, подали заявление. Как раз было очень удобное время, свободное. Мы хотели в этот день. А вот Александра и Дмитрий – самая молодая пара, которая зарегистрировала своего ребёнка в этом году. Ребята только что достигли совершеннолетия. Получить первые документы малыша в День всех влюблённых – для новоиспечённой семьи – особая радость. Не каждому, конечно, давно в этот день так торжественно зарегистрировал своего ребёнка. 14 февраля – это день ярких открыток и воздушных шаров в виде сердца. В городе много влюблённых парочек и, кажется, даже сам воздух пропитан любовью. Но чтобы граждане окончательно не потеряли головы от праздничной эйфории, городские власти ограничили продажу алкогольных напитков в этот день. Мы уделяем большое внимание значению здоровому образу жизни. То есть мы за то, чтобы молодёжь сегодня перестала пить, перестала вести разгульный образ жизни. Как оказалось, для большинства крымчан 14 февраля – это всего лишь коммерческий культ. Не стоит забывать, что праздник пришёл к нам из католичества и отмечается в России только с начала 90-х годов XX века. Мы же из другого мира. У вас есть ещё русский праздник, который летом отмечается? День любви, мира, тепла и понимания между людьми. В календаре русских народных праздников День любви – это 8 июля, День святых Петра и Февронии, история которых представляет собой пример искренних супружеских чувств. Православным покровителям семьи молились о благополучии и просили благословения на свадьбу наши предки. Именно поэтому церковь никогда не поддерживала западного обычая отмечать 14 февраля. Не разделяет идею пропаганды Дня Святого Валентина и в правительстве республики. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, это увлечение ложными ценностями в ущерб тысячелетним духовным и культурным традициям своего собственного народа. Отмечать День семьи, любви и верности 8 июля вместе с Россией теперь будут в Крыму официально.